А наша компания расширилась и к нам присоединилась Татьяна Миронова-Шкурина, консультант Департамента методологии контроля и организации предоставления мер социальной поддержки Минтруда. Татьяна Миронова, расскажите, пожалуйста, что такое жилищный сертификат? Ну, прежде всего, доброе утро. Хотела поприветствовать вас, очень солнечных ведущих, и, конечно же, наших телезрителей, которые сегодня в столь ранний час относительно смотрят нас. Жилищный сертификат. Это несколько новое понятие у нас сейчас в Республике Крым. И применяется оно сейчас, реализуется в соответствии с законодательными актами, которые приняты в этом году, и направлены они на то, чтобы улучшить жилищные условия семьям с детьми по случаю рождения ребенка, дата рождения которого после 31 декабря 2018 года. То есть с 1 января 2019 года. Подчеркиваю. Если в семье рожден ребенок с 1 января текущего года, семья соответствует определенным условиям. Первое. Эта семья должна быть нуждающейся. То есть среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных уровней для на душу населения за третий квартал предшествующего года, году обращения. Очень запутанно. Давайте вот на примере какой-то, предположим. Конечно. Итак, немножечко вернусь. 14 августа принят закон 631. Я акцентирую внимание, потому что все пользуются интернетом. Эта информация доступна в СМИ всюду, и вы можете зайти на любой портал, в том числе на сайт министерства и знакомиться самостоятельно. Для реализации данного закона 10 октября принято постановление об утверждении порядка. То есть там более подробно расписан весь механизм предоставления. Итак, возвращаясь к вашему вопросу. Вот, допустим, мама зарабатывает 20 тысяч, папа зарабатывает 20 тысяч. 20-то много. И у них вот родился, они уже не могут претендовать или смогут. Значит, во-первых, хочу акцентировать внимание, что это дополнительная мера соцподдержки предоставляется абсолютно всем семьям, нуждающимся, да, по малоимущим. Независимо от того, какой ребенок по счету родился. А первое, второе, третье не имеет значения. Сам факт рождения ребенка после января 2019 года. Семья, повторяю, да, должна соответствовать этому критерию. Что это значит? В предшествующем году мы берем прожиточный минимум за третий квартал 2018 года. Умножаем его на два, потому что двухкратная величина. И эта величина на сегодня, в 2019 году, составляет 19 808 рублей. Это общий доход семьи? Внимание, нет. Среднедушевой. Таким образом, мы берем состав семьи, а в состав семьи входят, согласно же этому постановлению, да, по реализации данной меры, это родители, супруги конкретно. Здесь важно, потому что берутся супруги. Их дети и их родители, совместно проживающие и зарегистрированные совместно, берутся их доходы каждого члена семьи, суммируются, да, за 12 месяцев предшествующих месяцу обращения. Делится на 12, то есть находится среднемесячный доход. А далее делится на количество членов семьи, которые по законодательству мы обязаны учесть в состав этой семьи. И таким образом мы находим доход среднедушевой, то есть на одного человека семьи. То есть по факту даже ребенок... Один может получать 9 тысяч, другой 3 тысяч. А ребенок вообще ничего не получает? Конечно, но он берется в учет, правильно. И не только если это не первый ребенок, то все дети берутся в состав семьи. Вот вы плавно подошли к вопросу, что если берутся несовершеннолетние дети, да, но ребенок, достигший 18 лет, тоже будет учитываться в состав семьи при условии, если он обучается по очной форме и на бюджетной основе. Да, но не более как до 23 лет. Итак, это первое условие, то есть по благосостоянию, да, на факт малоимущих. Второе условие. Ребенок, рожденный, должен быть обязательно гражданином Российской Федерации. И регистрация акта рождения, рождение его, должна быть произведена в соответствующих органах, расположенных на территории Республики Крым. Это тоже понятно. Значит, здесь обязательно, когда будут обращаться на свидетельстве о рождении, обязательно проставление гражданства, то есть ставят, да, штамп с обратной стороны, что подтверждает гражданство. Это в обязательном порядке. Это мы проговорили по семье в части доходов. А теперь в части семья, конечно, если это улучшение жилищных условий, она должна быть нуждаемой, нуждаемость в этом вопросе. И здесь норма, которая, собственно, и будет браться в расчет при определении размера сертификата, стоимости сертификата, это 18 квадратов на одного члена семьи. При этом о составе семьи мы проговорили, кто берется в состав семьи. Соответственно, будет суммироваться все жилье, которое имеется у этой семьи в пользовании, владении, то есть по договору соцнайма, во владении, как в собственности. Это все суммируется. То есть у папы, у мамы, если есть, они суммируются. Общая площадь находится и делится на количество членов семьи. И если здесь полученный у нас эквивалент, он меньше 18 метров на одного человека, соответственно, право есть. Таким образом, мы проговорили сейчас, какие семьи имеют право. По нуждаемости по доходам и по нуждаемости в жилой площади на человека, из расчета на человека. Есть еще, по ребенку тоже проговорили, гражданин Российской Федерации в обязательном случае. Родился в Крыму и регистрация произведена в Крыму. А теперь в отношении родителей. Очень часто, возможно, будет задаваемый вопрос. Родители. Значит, если это один из родителей или же одинокий родитель, рожден на территории Республики Крым и прожил в общей, в суммарном таком расчете, не более, не менее, простите, 10 лет. Понятно, да? Если либо один из родителей, либо, если это одинокий родитель, родился и прожил не более 10 лет на территории Республики Крым. Татьяна Мироновна, спасибо вам большое. У нас просто эфирное время уже подходит к концу. Да, очень интересно. Но, тем не менее, зато мы вас так просто не отпустим и попросим вас пройти вместе с нами, сфотографироваться нашей вот такой вот инсталляции. С вами вот просто не летит. Ну и все-таки... У меня столько информации. Ну, мы вас проходим, пожалуйста, в телевизор непосредственно, а мы вас пригласим еще, и тогда... Обязательно. Очень интересно, спикеры. Да, это мы прощаемся с налоговым телевидением и говорим привет цифровому. Да, это мы прощаемся с налоговым телевидением.